Приветствую вас. Давайте я постараюсь ответить вам на ваш вопрос. Понимаете, действительно, когда люди уходят, ну, раздаются, вот, возвращаются они достаточно редко. Потому что, как правило, возникают обиды, так или иначе. Обиды, какие-то завышенные ожидания, вот, негативные чувства, по типу, например, стыда, вот, стыд, там, ответственность, нежелательно причиняется, боль, человеку, другому человеку, да, вот, в данном случае, в данном случае вам. Вот. И, соответственно, это мешает, конечно, конечно, так сказать, паре. Вот. Значит, смотрите, мужчина ушёл, да, я, правда, не очень понял, из-за чего он ушёл, да. То есть, вот, вы, вы, мне написали, мне написали, почему он ушёл. То есть, вот, вы говорите, что, значит, вы любили проводить вместе время, вот, он с тем делился, мне было тепло, расстались мирно. А из-за чего расстались, вообще непонятно. То есть, вы пишите, что основная причина расставания в том, что он не совсем зрелый для отношений, вот. Ну, так, это чья позиция, что он не совсем зрелый для отношений? Это ваша позиция, скорее всего, да, это вам так кажется, что он не совсем зрелый для отношений, вот. Это может быть, может быть так, может быть, он действительно не зрелый для отношений. Но, это не может быть причиной расставания, потому что, скорее всего, вы знали, что это за человек, и, скорее всего, вы, ну, не питали иллюзией его, изменить, поменять, там, и так далее. Вот. То есть, причина расставания, если есть, она какая-то другая, она в чем-то другом заключается. Вот. И именно ее фактическую причину, да, то есть, не ту, которую вы вот думаете, не ту, которая, как вы считаете, реально повлияла, да, а именно, вот, фактическую причину расставания необходимо выявить. Вот. Значит, смотрите. В любом случае, если так вышло, что мужчина ушел, вот, то я думаю, что если он вернется к вам, то есть для того, чтобы он к вам вернулся, нужны определенные обстоятельства, нужны определенные условия. Вот. Если он вернется к вам, то только в том случае, если что-то у него поменяется. Вот. Ну, то есть, если он изменится, если он изменит свое отношение, свою позицию к тому, почему он ушел. Вот. То есть, нельзя просто вот, знаете, встречаться, да, вот, просто встретиться опять и снова начать отношения. Так нельзя. Потому что проблемы, которые лежат в основе ваших отношений, они снова дадут о себе знать просто-напросто. Вот и все. Поэтому, поэтому, даже если он захочет вернуться, я бы не рекомендовал его принимать, принимать его возвращение. Вот. А я бы рекомендовал бы все же сперва изучить этот момент, да? То есть, вот, ты вернулся, для чего ты вернулся, что ты теперь думаешь по поводу того аспекта, который вынудил тебя уйти. Вот. То есть, это как бы, знаете, такая своего рода защитная реакция. Вот. Это как бы своего рода такая защита своих интересов. То есть, вам нужно быть уверенной в человеке, да? Вам нужно быть уверенной в том, что он не уйдет. Опять снова. Знаете? И это, в общем-то, нормально. Поэтому, шансы есть, но только при условии, если у мужчины реально что-то изменится. То есть, если изменится его восприятие реальности и его восприятие, ну, может быть, восприятие вас, может быть, восприятие отношений, может быть, изменится понимание того, чего он хочет и так далее. Вот. Только в этом случае возможно, что он вернется. Только в этом случае. Во всех остальных случаях, если он просто будет руководствоваться, например, желанием, да, просто быть с вами, то это будет цикличное повторение. Одного и того, да. Вот. Сейчас это будет просто снова и снова постарающиеся какие-то отношения, да, которые будут начинаться. Сперва будут начинаться хорошо, потом, соответственно, будут появляться определенные трудности, и в итоге вы истреплете нервы себе, и ему, и он истреплет нервы себе, и вам. И так далее. Вот. То есть вы попробуйте с мужчиной поговорить искренне, если у вас хорошие отношения, да, сохранились, попробуйте с ним поговорить, спросите его, какие у него чувства к вам. Потому что, если чувства к вам у него есть, да, ну вот, объективно, если у него чувства к вам есть, сохранились, если он что-то чувствует. Вот. То можно, в принципе, вместе поговорить, ну то есть можно с вами обоим поговорить, обратитесь к психологу, в том числе к семейному психологу, да, чтобы поговорить то и как. Вот, чтобы выяснить, в чем может быть проблема и так далее, и это может очень сильно помочь вам обоим. Вот. Вот. Как раз вот сейчас у меня, например, есть акция на такое вот совместное консультирование, вот, можете посмотреть этот вариант. Вот. Но вообще, вообще, я думаю, что пока мужчина сам не увидит, что у него есть определенные проблемы, да, и пока вы не преанализируете свое поведение по отношению к нему, да, потому что, но я не думаю, что его решение уйти от вас, оно какое-то вот такое спонтанное, да, вот это решение, которое он как бы выстрадал, и если это решение он действительно выстрадал, то совершенно очевидно, что оно сформировалось под влиянием определенных факторов, которые скорее всего имеют место быть в ваших отношениях. И эти факторы это то, что ему не нравится, то, что его не устраивает. И за эти факторы в том числе отмечаете и вы тоже. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы он вернулся к вам, то будьте готовы и самостоятельно же что-то припринять. Именно самостоятельно. То есть вам, вам самой тоже нужно будет что-то сделать, что-то сделать, чтобы он вернулся. Вот. Ну, я пока не знаю, что, что, безусловно, да, я пока не имею представления о том, что именно вам нужно сделать, но, возможно, что-то нужно будет сделать. Вот. И в отношении него это показать. То есть показать, что, вот, посмотри, ага, там, изменились, или вот, там, я что-то поняла, или, там, что-то еще. Понимаете? Вот. То есть это не только от него зависит, да, это зависит еще и от вас. Поэтому здесь вот такой аспект. Вот такие варианты, да, либо вы приглашаете его на индивидуальную консультацию вместе с вами и обсуждаетесь, это вас волнует. Либо работаете сами, смотрите сами, а уже потом это, как бы, переносите на своего молодого человека и, ну, если никакого вреда от этого нирвана, да, то это понятно, что любые перемены, они не должны вредить. Не должны вредить вам. Вот. И, соответственно, так вы сделаете все возможно для того, чтобы он вернулся. Это не какое-то такое, да, пассивное ожидание, вернется он или нет, а это реальные какие-то действия, вот, которые могут привести, опять же, к реальным результатам, если вы действительно на это выходите, понимаете? Вот. А так гадать, есть ли шанс или нет шансов, ну, мне кажется, это не совсем область психологии, мне кажется, это больше область эзотерики. Вот. То есть, ну, предсказывание, предсказывание будущего и так далее. Вот. Понимаете? То есть, если вы расстали, значит, есть проблемы. Если есть проблемы, их нужно решать. И решение проблем, это задача не только его, но и ваш. Вот. Значит, если мужчина испугалась ответственности, ну, значит, чем-то вы на него надавили. Вот. Вопрос заключается в том, в чем конкретно. Вот. То есть, в чем конкретно вы на него надавили и что за этим стоит, что за этим стояло. То есть, за давлением стояла какая-то ваша потребность или за давлением стоял какой-то ваш выбор, например, или, может быть, что-то еще. То есть, вот это вот нужно исследовать. Ибо только так решаются проблемы. Вот. Я не знаю, к сожалению или к счастью. Вот. В целом, мне понравился ваш вопрос. Мне кажется, что вы довольно рассудительный такой человек. Мне кажется, что вы достаточно думающий человек, думающая личность. Вот. Вот. Я думаю, что при грамотном подходе, а также при упорстве, вы сможете добиться своих целей, да. Вот. То есть, если не вернуть его, то, по крайней мере, вы сможете увидеть, что именно вы делаете не так, что именно вы можете делать не так, и что именно вам можно поменять для того, чтобы таких ситуаций больше не происходило, ведь вы же с этим мужчиной, но вы же тоже испытываете к нему какие-то чувства, правильно? Вот. То есть, у вас есть эмоциональная привязка к нему, в том числе. То есть, это нельзя назвать отношениями именно вот чисто с его стороны. Так что вот так. Вот так. Ага. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вы знаете, небольшой такой, наверное, по скриптам будет. Меня немного насторожило, что вы пишите, что вели себя сдержанно, а потом влюбились. Вот. С точки зрения, да, поведения, здесь можно поисследовать. Почему вы вели себя сдержанно в начале? Были ли какие-то основания у вас вести себя сдержанно в начале? Или нет? То есть, если да, то какие, если нет, то почему себя так вели? Что поменялось? То есть, вот именно в отношениях, что поменялось, после чего вы влюбились? То есть, что вы привязались к нему или как? То есть, тут вот тоже нужно бы исследовать немножко подробнее именно вашу субъективную сторону, потому что, ну, с учетом характера ваших отношений, да, мне кажется, что несколько выбивается из общего вот, ну, из общего, из общих картин, несколько выбивается ваше поведение. Да, то есть, это больше поведение такое, такое, ну, стеснительное, это больше такое поведение осторожное, это больше поведение человека, который боится близости. Вот. И самое главное, вы хотите мужчину поменять или нет? То есть, для вас, для вас самой, вот, для вас самой, какие должны быть соблюдены условия для того, чтобы отношения, ну, возродились? Вот. То есть, вы сами, соблюдение чего считаете необходимым для того, чтобы у вас были отношения. Вот, знаете, если вы хотите, например, поменять мужчину своего, да, вот, то у вас это вряд ли получится, потому что люди не меняются. Вот. У вас выбор, либо вы принимаете его таким, как он есть, вот, либо вы меняетесь сами. Если это не несет вам никакого, никакого вреда. Понятно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ты своей степень колечены. ang吉他 темплоте. Эта, я вам, в предокат Maria. Скриптклоте ржмоткл сюда. В тек Marie, ¿ditürе в информацию? Это не в ось.